приветствую вас друзья меня зовут алена и вы смотрите канал вижу стильно это видео у меня о моих готовых работах которые были связаны за последние полтора месяца и если вам интересно посмотреть что же у меня было связано оставайтесь со мной и так я покажу вам то что я связала либо получается немножко доделала потому что вот одна готовая работа у меня есть которую вы вообще не видели еще ни разу а вторую работу я покажу чуть позже и что с ней тоже покажу чуть позже ну давайте начнем с первой работы это у меня толстовка для сына 12 лет где-то на 11 12 лет это толстовка и на рост 146 сантиметров связала я ее из пряжи ланоса натурал мерина все характеристики пряжи я обязательно подпишу на экране потому что у меня не осталось этикета к сожалению и поэтому подпишу что касается как я его вязала вязала я его сверху вниз в технике реглан погон вот он самый тот погон вот вязала я начинала вязать с открытых петель потом вязала сверху вниз погон туловище и рукава спицы использована здесь номер 4 бесшовное абсолютное изделие получилось у меня есть на канале такой экспресс мастер класс по технике вязание реглана погона я оставлю обязательно ссылку в описании можете пройти посмотреть а также у меня есть курс он платный очень подробный курс по вязанию в технике реглан погон состоящий из 8 уроков я тоже ссылку оставлю можете посмотреть немножко об этом курсе если вас заинтересует пишите пожалуйста а что касаемо этого джемпера вязала я здесь резинку два на два на рукавах и по низу и закрывала иглой вот как закрыть иглу у меня также есть мастер-класс на моем канале я оставлю ссылку в описании что касается капюшона изначально я хотела связать ему обычный круглый ворот вот здесь вот поэтому в принципе оставила открытые петли но в процессе вязания мы решили с сыном что ему больше все-таки хочется капюшон поэтому я уже потом довязала капюшон изначально у меня здесь ворот был больше так как капюшон я хотела чтобы ну ближе как бы горло прилегал потому что когда делала для круглого ворота побольше оставила чтобы потом надвязать планку и как бы согнуть ее пополам я думала прикид левать ее и как бы вот поднялась бы горловина а в капюшоне получается надо изначально уже чтобы было здесь вот небольшое в окружности вот полотно поэтому я здесь когда подняла открытые петли я связала несколько рядов просто лицевыми петлями и заузила вот видите у меня здесь есть несколько убавок вот я заужала здесь убирала количество петель и потом только уже начинала вязать сам капюшон капюшон я вязала по принципу носка то есть вверх получается петли планку вот эту я довязывала отдельно потом то есть без нее здесь сделала перехлёст вот просто здесь добирала как бы вот здесь вот еще петельки чтобы вот такой нахлёст был и сзади еще видите вот я сделала несколько прибавок получается 8 прибавок 8 петель прибавила расширила немножко потому что как я уже говорила горловина узкая довольно и на голову я сделала немножко расширение и и потом вязала вверх и вот здесь закрывала уже по принципу маска обычного вот когда все довязала здесь петли я закрыла и по краю вот отсюда получается полностью по краю и вот до сюда набрала петли провязала лицевой гладью получается рядов 12 потом согнула это все и по изнаночной стороне просто пришила иголкой вот такой шов у меня получился обычная иголка с ниткой никаких здесь техник нет вот и здесь тоже вот видите здесь тоже пришила здесь планочку и вот здесь процессе вязания еще планки здесь составила петельку для шнурка в общем-то и все вот такой у меня получился худи или толстовка для сына ушло у меня ровно 500 грамм этой пряжи что про саму пряжу могу сказать она вообще по тактильным ощущениям в руках такая очень мягкая и очень матовая такая приятная но как оказалось она к телу все-таки колючая вот после того как я постирала толстовку она стала гораздо мягче полотно такое пластичное даже немножко мнется вот когда лежит у меня в шкафу она на самом деле немножко мнется вот и все равно колкость осталась колкость есть не скажу что прямо невозможно носить возможно терпимо у меня сын носит но он достаточно спокойно к колкости относится но даже он сказал что все-таки немножко колется но тем не менее носит но сделала вывод что надо аккуратненько с пряжей вязать для тех кто они вообще не колкость не может переносить вот такой у меня получился такая толстовочка я довольно долго вязала но наконец-то довязала и в общем довольна ей это мое первое изделие это мое первое изделие Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень красиво ложится, здесь также есть подрезы Очень красиво ложится рукав по плечу И без швов абсолютно вяжется это изделие сверху вниз Вот у меня такой вот получился кардиган Внизу у меня резинка 2х2, везде лицевая гладь Спицы я использовала номер 4, но пряжа это бобинная Напомню, Шетланд это 100% шерсть И после первой стирки у меня пропитка не вся сошла А после второй стирки у меня сошла пропитка Полотно стало мягкое Оно все равно колючее Оно в любом случае останется колючее Оно очень теплое Я ее ношу поверх водолазки И оно, смотрите, очень разбухла нить Очень разбухла нить И получается вообще просвета практически не видно Полотно очень теплое Мне очень нравится, как вообще смотрится оно И как выглядит, очень классно Что я сделала, кстати, переделала с прошлого раза Когда показывала Там у меня была планка И там планка, я показала, конечно, уже не утерпела Показала в прошлом видео о готовых работах его С той планкой И, наверное, будет видно все-таки, что там планка была такая Волнами немножко, то есть слишком много было набрано петель А я не удержалась, ну не смогла Все-таки решила переделать Распустила планку Связала ее заново И вот сейчас она уже выглядит хорошо Тут же пришила пуговицы Я их, кстати, не расстегиваю Хотя это можно сделать Тут обычные петельки, обычные пуговки Но я, в принципе, не расстегиваю Его в расстегнутом виде не ношу Ношу в застегнутом И вот сейчас уже, я считаю, что кардиган я довела до ума И сейчас все смотрится отлично Всякие тут закрытия я делала обычные Потому что пряжа достаточно такая вот плотная И даже обычные закрытия здесь смотрятся очень хорошо В планке то же самое, как видите Вот, тут никаких иголочных закрытий у меня нет Все очень просто Вяжется очень просто Поэтому методу мне нравится этот метод Вот Фотографии я обязательно вставлю Ушло, кстати, у меня чуть больше 400 грамм На этот кардиган И на фотографиях увидите, как уже он на мне смотрится Я уже сделала фотографии, наконец-то Не просто, как в прошлый раз, видео сделано Сейчас все-таки фотографии сделала И на толстовку, и на кардиган Вот Что еще хочу сказать про этот метод? Мне он понравился еще тем, что там не нужно было рассчитывать росток Там вообще нет такого понятия, как расчет ростка Потому что составлена вот эта техника так вот сделана Что в любом случае этот росток так или иначе он есть Поэтому можно Вообще не заморачиваясь вязать этим методом Вот такой кардиган И это все, девочки Больше готовых работ у меня, к сожалению, не было В основном остальное все процессы Хотя нет Вру Еще у меня есть одна готовая работа Но она уже связана из пряжи Alize Puffy Сейчас я вам ее покажу тоже И вот еще одна моя готовая работа И вот еще одна моя готовая работа Это халатик Из пряжи Alize Puffy Цвет 717 Это тигр Вот такой вот классный детский халатик Я вязала его для младшего сына Ему 4 годика И когда вот холодно бывает Особенно я сейчас люблю Часто открываю форточки, проветриваю квартиру И бывает так прохладненько После этого И у меня У всех сыновей, у меня и у мужа есть такие халатики И мы закутываемся в них Согреваемся Потом их снимаем Вот это получается такой халатик не на постоянную носку А именно вот согреться Или после вот, например Они рано встанут Тоже дома прохладно бывает После того, как проснешься Либо после Ну нет, после прогулки В принципе они всегда теплые приходят Ну вот на такие моменты Этот халатик просто необходим И мы его всегда носим Вяжется он очень просто Лицевой гладью У меня есть описание И мастер-класс По вязанию таких халатов Вяжутся они руками Ссылку тоже оставлю обязательно И там содержится Объяснение Как связать на любой размер Вообще на любой размер Можете связать Рассчитать сами Вот такой классный халатик Он до середины икры получается Длинненький С запахом Вот Он носится с запахом И с пояском Очень нам нравится Всем С удовольствием носим Вот такой халатик Фотографии я тоже обязательно вставлю Вот на такой размер Уходит ровно 4 мотка Вот на 4 годика Рост 98 см На длинненький халат Ушло 4 мотка Сразу могу сказать Что на женский халат На 44 размер Уходит 8-10 мотков А на мужской Халат Где-то 50 размер Уходит 13-15 мотков Вот на такой халатик Фотографии тоже Я обязательно вставлю И посмотрите Как выглядит Этот халатик На моем сынишке Ну в общем-то И все Мои готовые работы Их немного Как видите И они такие Довольно Простые Наверное Я бы сказала Но это все Что я пока связала Я сейчас вяжу У меня есть несколько процессов Интересных в работе И уже в следующем видео Я покажу вам Что сейчас у меня На спицах А сейчас я с вами прощаюсь Если вам понравилось видео Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал И не забывайте Включать оповещения О моих новых видео Нажав на колокольчик Рядом с кнопочкой Подписаться Пишите в комментариях Что сейчас Вяжете вы Вязали ли вы Халатики Пишите Что вам понравилось С вами была Алена Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok